Добрый день, с вами я Екатерина Абрамова, член команды Ислабстим. И сегодня со мной на связи Яна Кузнецова, спортсменка, выступающая в категории фитнес-бикини из России. Яна, ты здесь? Да, всем привет, очень приятно. Супер, хорошо слышно меня? Да, отлично. Яночка, расскажи, пожалуйста, какие у тебя достижения в этом сезоне были? Ну, с первого турнира, начну их немного, всего пять было. Мэнфи-Зики-Бикини Старс, который проходил в Москве, я заняла абсолютное первенство. Потом северо-западный федеральный округ, абсолютное первенство. Чемпионат России, также абсолютка. И чемпионат Европы в Санто-Сусане, Барселоне. Ой, это запуталось. В Санто-Сусане, Барселоне, неважно. Да, в Испании второе место заняла. И в Словакии. Первая в категории и вторая в абсолютке. А что еще было в Словакии? Мне предоставилась возможность поучаствовать в про-турнире. Мы решили участвовать с тобой, между прочим. Да, было такое, было. Пятое место. И как ты думаешь, тебе было интересно выступать, соревноваться среди про-бикини? Конечно, это вообще было в Словакии очень интересно. Атмосфера мне понравилась. Само проведение турнира. Все очень здорово, неожиданно. Я вся на эмоциях. Еще с этой про-картой. Тут уже и про-турнир. Прям вот столько эмоций. Я тут недавно узнала, что в Словакии очень интересно гримировали. Что, оказывается, вытирали ногти. Ян, тебе вытирали ногти? Нет, я сама себе это вытирала ногти. То есть это было, это, видимо, было только специально для Анастасии Самойленко. Она мне сказала, что ей после грима ногти вытирали, а тебе, Ян, не повезло. Ну, ничего. А скажи, пожалуйста, тебе... Потому что... Да, да. Да, да. Тебе уже сейчас пришел ответ по поводу про-турнира? Еще нет. И еще не пришла про-карта, да? Нет. К сожалению, еще не подтвердили про-карту. Я вчера как раз-таки написала письмо в федерацию российскую. Мне ответили, что еще... Ну, еще скан моей про-карты не пришел. Не пришел. Так вот, про-карту подтвердили, но скана еще нет. Скана еще нет. Ну, и насколько мне известно, что ты должна была ехать на турнир в Балтимор, но по причине того, что не успела сделать визу, ты не едешь. К сожалению, так. Меня записали, да, в консульство только на 20-е число. То есть это завтра? Завтра ты пойдешь в консульство? Завтра, да, я иду в консульство узнавать, дадут мне визу. Нет, но все равно я ее получу. Нет, в любом случае, конечно, это же не последний и не первый твой турнир в ПРО. Я думаю, что многие болеют и будут следить за тем, как же сложится твоя карьера спортивная на соревнованиях в ПРО. Скажи, пожалуйста, ты вообще каким образом пришла в этот спорт в бикини? Может быть, ты раньше занималась каким-то другим видом спорта, и как ты пришла в тренажерный зал? В тренажерный зал я пришла более девяти лет назад. Моей задачей было поправиться, набрать вес, так как после длительного отдыха сильно сбросила вес. Весила 43 килограмма. Никак поправиться не могла, так как постоянно на протяжении всей жизни я питалась правильно, и образ жизни активный, поэтому мышечную массу мне было не набрать. Поэтому пошла в зал, познакомилась с тренером и набрала 2-3 килограмма, была счастлива. А к бикини стала подготавливаться в конце 2015 года. Год до этого я худела уже, потому что 9 лет прошло, уже роты были, сыну уже 6 лет. Поправилась и похудела. Получилась форма хорошая, тренер предложил выступить. И мы начали усердно готовиться вот к Москве и к Питеру потом, и дальше. То есть ты как очередной пример того, что все-таки не только 18-летние девочки могут соревноваться в бикини, а то есть и девушки, и женщины, у которых уже есть дети. Ну и старушки тоже, да. И старушки тоже? Ну а старушки у нас выступают в номинации фитнес-бикини-мастерс. Скажи, пожалуйста, отношение твоей семьи к выступлениям, как они поддерживали тебя или, может быть, не поддерживали? Как это происходило? Да, меня всегда моя семья поддерживает во всем. Слава Богу, я, в общем-то, ну как, все выбираю для себя самое лучшее. Я стараюсь и здоровье улучшить, и все. Спасибо моей маме, что она сидит с моим ребенком, с Никиткой. Да и вообще помогает мне, всегда помогала. Ну, все поддерживают, всем нравится. Более того, хочу сказать, у меня мама тоже взяла себя в руки. И за три месяца, вот последних, она похудела на 20 килограммов. То есть мама у нас будет соревноваться в фитнес-бикини-мастера? Ну, мама не будет, к сожалению, соревноваться, да. Но для себя она уже сделала большой-большой шаг, минус 20 килограммов. Вот, скоро пойдет со мной в зал. Это очень здорово. Ты уже вот чуть-чуть начала говорить, что ты за здоровьем следишь. Не сказывается ли твоя подготовка как-то негативно на здоровье? Или, может быть, наоборот, что-то становится лучше? Она очень даже сказывается, и сказывается в лучшую сторону. У меня прошли боли к спине. Сейчас начнется такая реклама. Это, наверное, все бикини-чемпионки говорят, что подготовка – это очень хорошо. Ну, не знаю. Я как бы, да, не слышала такие интервью по поводу, как… Вообще больше слышно, что подготовка, наоборот, на здоровье как-то негативно влияет. Ну, мы не слушаем то, что говорят, мы спрашиваем, как ты считаешь, твое мнение. Да, именно опыт свой, личный, да. У меня и коленки подлечились, то есть у меня раньше они трещали. Вот, сейчас вообще все замечательно. Фу-фу-фу. Все хорошо. И во время, да, даже во время беременности я тоже ходила в зал, укрепляла поясницу, потому что живот тяжелеет, заклоняться тяжело, а в зале все это укрепляется, позвоночник, столбик, все держится, все отлично. Да, это на самом деле очень правильно, потому что тоже, к сожалению, в России многие женщины боятся ходить в тренажерный зал, когда они беременные, но это очень положительно сказывается, тем более, если у вас нету никаких противопоказаний. Поэтому, девушки, на заметку вам и от меня, и от Яны, если вы в положении и хотите достаточно комфортно 9 месяцев все проходить, не бойтесь тренажерного зала. Тренироваться можно, нужно, и от этого будет только лучше, вреда не будет. Только лучше, совершенно верно. Я тоже так считаю. Яночка, скажи, пожалуйста, а для тебя, что самое сложное в подготовке, это может быть диета, тренировка или что-то еще? Самое трудное, но тренировки точно нет, нетрудные, они всегда в радость, за счастье, даже если тяжело. Диета, да, возможно, это еда, наверное, отказ от любимых продуктов, от сладостей. Но, наверное, только начало, вхождение в диету, когда уже держишь правильное питание и вот отказ от каких-то продуктов, ну, я имею в виду сладкое, хлеб, такой булочки и сыры. Когда их уже не ешь довольно длительное время, то и не хочется. Ты уже не хочешь, ты адаптируешься, да? Да, тогда, наверное, самое трудное, это вхождение в диету, наверное, первые две недели. Так. Хорошо, понятно. Ты чуть-чуть рассказала про своего тренера. Скажи, как дальше будет складываться твоя работа, планируешь ли ты дальше работать с ним или что-то будешь менять, думаешь? Какие твои планы на подготовку к соревнованиям? Да, эти соревнования, что прошли, я уже как бы познакомилась. Ну, помимо того, что я всегда с тренером моим занималась уже 9 лет, я его бросать не хочу и считаю его очень-очень умным тренером. Но познакомилась еще с классными тренерами, с тобой познакомилась, ты мне помогла подготовиться в Словакии, подвестись правильно по еде. Знакома была Света Стоценко, она мне помогла в позировании перед самым первым соревнованием, перед Москвой. Ей тоже большое спасибо за советы. А в дальнейшем, конечно, я буду работать с моим тренером, буду работать с тобой, так как мы с тобой в одной команде выплылап, если это можно говорить на радио. Конечно, можно, а почему нет? Да, будем думать, будем смотреть. Скажи, а вот купальники, красивые у тебя купальники, где ты их берешь? Я их шью сама, но выступала всегда в одном, просто у меня он немножко модернизировался. Я считаю, что тела свои мы лучше знаем сами, поэтому и шить, чтобы хорошо сел на тебя, чтобы все выглядело красиво. Ты просто молодец, и ты это делать умеешь, то есть и расклеиваешь купальник, и шьешь ты его сама. Да, все, от а до я, так сказать. Супер. Ян, а расскажи про грим. Каким образом? Ты сама гримируешься на соревнованиях? Я знаю, но слушателям будет интересно. Сама или, может быть, ты покупаешь грим? Как считаешь лучше, что, может быть, не лучше? Как лучше? Я гримировалась всегда сама, но, конечно, требуется помощник, допустим, спинку подмазать под краник. Спинку подмазать. Да, если спереди руки, это все можно самим, то спинку, ну, тут нужен помощник. Грим я покупаю, конечно, всем известный, известных фирм. Ну, тут, наверное, каждый бикини, каждый мэн-физик должен для себя подобрать красивый цвет. Да, который будет ему идти. Да, да. Да, совершенно верно. Ну, трудновато, конечно, самим наносить, но, я думаю, по моим фотографиям видно, что, как бы, это возможно. Конечно, получается подешевле. Ну, предварительно, наверное, кухону подготовить. Да, обязательно. Ну, мое мнение, что это подешевле, это хорошо, но ты точно сделаешь, как бы, так, как надо. То есть, ты ни от кого не зависишь, и каких-то таких эксцессов не произойдет, если у тебя есть грим с собой, и ты сможешь его всегда нанести сам. Ну, да, конечно, и ты не зависишь ни от времени, то есть, ну, точно сам свою судьбу уже решаешь. Вот очень важное, очень важное, это последняя неделя перед соревнованием. Это вот как раз именно подводка к соревнованиям. Скажи, как вот ты подводилась на Diamond Cup? На Diamond Cup. Так, вот эта подводка для меня была самой трудной, так как после Испании, я уже говорила где-то в интервью, что у меня был выезд трудный, мне пришлось там долго жить. И они выпускали из Испании? Да, да, не выпускали. Билетов не было. Да, это они просто так тебе сказали, что не было билетов, просто хотели, чтобы ты у них осталась. Наверное. Поэтому не было зала, у меня, в общем-то, такой подготовки к Словакии особо не было в зале, в основном это питанием. И то, я же не хотела туда ехать, ты меня заставила. Не хотела. Да, вот. Ну, ты видишь как, правильно решили, приняли правильное решение, ты получила статус про-спортсмена, выиграла. Я тебе доверилась, я поверила, что мне можно подготовиться все-таки за эти 10 дней. У меня получилось в Словакии сходить из зала пару раз, по-моему. Немножечко перед соревнованиями потренироваться. Да, да, да. Ну, конечно. Ну, как, питалась я, как обычно, мало углеводов, но за день до выступления мы отменили белки. И кушала я картошку, по своему совету, в мундирах. Картошка была очень, очень кстати. Скажи, Ян, а как ты считаешь, по позированию, нужно ли вообще позировать всегда? Или может быть просто можно два дня перед сценой попозировать, и этого будет достаточно, чтобы стать звездой? Может кто-то у нас не знает? Я считаю, что позировать нужно, очевидно, не каждый день. Ну, и то, не то, чтобы оттачивать уже готовые, заученные позы, там, как робот, а развивать пластичность, женственность, смотреть на себя в зеркало. И лучше себя готовить, естественно, так, чтобы в любой позе, в любом повороте ты выглядел на высоте. На 10 баллов. Конечно, к этому, да, чтобы во всех позах ты его выглядел красиво. Но, нет, тренироваться нужно обязательно. Ты должен знать, как ты, ну, выглядишь все-таки наиболее выгодно. Мне кажется, это у нас, у женщины, вообще такая интересная тема, что нам всегда надо, чтобы мы во всех позах выглядели красиво. Обязательно, да. Скажи, пожалуйста, вес твой в межсезонье и в соревнованиях отличается как-то? Отличается совсем чуть-чуть. Соревновательный мой вес 48 килограммов, ну, плюс-минус, там, может быть, полкило. А в межсезонье вот сейчас я вешу 50-51. Да, очень, это очень здорово, это немного, всего 3 килограмма. Да. Когда ты, может быть, раздумывала о том, начать ли тебе выступать в бикини, были ли у тебя какие-то фаворитки, или, может быть, кто-то нравился тебе больше всего в фитнес-бикини? На кого бы ты смотрела? Ну, если брать русских девочек, мне очень нравилась Оля Путрова, Екатерина Шохина, Елизавета Мукнинова. Мне вот очень ее спина нравилась, вот такая прокачанная, красивая. А если брать зарубежных, Маргарет Гнар, Дженет Лейяк, я не знаю, может быть, я неправильно фамилию называю, Эшли Сальфвачер. Да, да, да. Вот, в общем-то, наверное, все. Я как бы особо не следила, ну, в основном за русскими нашими девочками, вот, которых назвала, они мне очень нравились, да. Понятно. Яночка, какие планы у тебя на этот сезон? В каких соревнованиях планируешь принять участие? Я это знаю, но я думаю, что слушателям будет интересно. Ну, готовиться я усердно буду к основному, который пройдет 28-30 октября. Power Pro Soul в Москве. Олимпия в Москве, да? И Олимпия, да. И до этого 1-2 октября в Праге, в Чехии. 30-го первого. Напомни, пожалуйста, как это все. Эволс. Эволс. Да, 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 да. И 7 октября Legacy Cup в Финляндии. В Финляндии. Попробуем вот на этих трех турнирах. Попробуем, я надеюсь, что у нас все получится с тобой. Ну, и, конечно же, ты будешь выступать уже в про. Да. Надеюсь, если карту пришли. Ну, я думаю, что все будет в порядке. Спасибо тебе большое за твое время, что уделила несколько минут. Всего самого хорошего. Спасибо вам огромное, что позвонили, не забыли меня. Всего самого хорошего. Будем поддерживать связь и узнавать о дальнейших твоих успехах в спорте. Всего хорошего. Пока-пока. И вам всего хорошего. Пока-пока. С вами была я, Екатерина Абрамова, член Eastlab Steam. С нами была на связи Яна Кузнецова, про бикини из России. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok